МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Котлас одним из первых в Архангельской области пошел по пути раздельного сбора отходов. Так называемые эко-боксы появляются по городу повсеместно. Например, накануне контейнер для приема опасных отходов установили возле городской администрации. В оранжевую урну чуть больше метра высотой можно опустить ртутные термометры, энергосберегающие лампочки и батарейки. Для каждого свое отверстие. Все емкости сделаны из герметичного материала, стойкого к коррозии, ртути и щелочам. Отходы из этого эко-бокса по графику будут вывозить на переработку. Утилизацией ртутных ламп будет заниматься ООО «Геракл» – наша местная фирма. И батарейками – это фирма из города Челябинска, экологическая практика. А это еще один пункт приема – пластика и бумаги. На днях два контейнера для раздельного сбора отходов установили на Котласском рынке. Конечно, это не суперсовременные боксы, но миссия у них та же самая – приучить горожан к раздельному сбору мусора. Установили здесь контейнеры для бумаги и пластика, потому что это все нужно перерабатывать отдельно. Я сама с дому приношу в эти контейнеры. В основном это пластик, потому что пластик очень сильно и долго перерабатывается. Кстати, по пути раздельного сбора отходов Котласский рынок идет уже давно. Пластик, бумагу и картон – то, что используется здесь в хозяйственных нуждах – сортируют и вывозят на переработку несколько лет подряд. Так что процесс отработан. Эти контейнеры мы поставили для населения. И сейчас планируем пластик сдавать в ООО «Геракл», который поставили у нас недалеко, пункт сбора буквально во дворе. И бумагу, как обычно, в ООО «Берег». Помимо пластика и бумаги на Котласском рынке также собирают использованные батарейки. Батарейки мы собираем уже, наверное, год. Но пока их девать некуда, мы их только складируем. Собираем, убираем и храним. Ждем, когда придет время и будем сдавать, когда их начнут принимать. В общем, в городе ведется активная работа по внедрению программы раздельного сбора отходов. В ближайшее время эко-боксы установят на территориях подведомственных организаций муниципального образования Котлас. А с сентября текущего года контейнеры появятся во всех учреждениях культуры и спорта, в детских садах и школах. И до этого времени хорошо бы поучиться самим сортировать мусор дома. А раздельно не пробовали собирать? Раздельно? Отдельно бумагу, отдельно пластик? Ну, я-то отдельно соберу. Мне не так сложно, не так уж много. Ну, эти, куда выбрасывают, там ведь не отдельно у нас. То есть поставят во дворе, будете собирать? Во дворе, если вы поставите, мне не сложно. Установят или нет контейнеры во дворах, будет зависеть от регионального оператора. Компания «Экоцентр» зайдет в город в начале октября. Кстати, опыт по установке эко-боксов именно во дворах в Котласе уже есть. В декабре прошлого года по инициативе котловских эко-активистов контейнеры по раздельному сбору отходов появились во дворе Мира-12. Их изготовил предприниматель Артур Поротов. Почти полгода он же обеспечивал регулярный вывоз макулатуры и бытового пластика, а также занимался переработкой вторсырья. Но два месяца назад, посчитав этот бизнес неприбыльным, Артур Поротов перепродал его компании «Эко-Север». 14 июня городская администрация заключила муниципальный контракт с котловской фирмой «Реконструкция» на благоустройство Вычегодского парка по программе «Комфортная городская среда». Цена вопроса – 6 миллионов рублей. К юбилею Вычегодского, который поселок отметит 29 июня, это отличный подарок. Тем более контракт с подрядчиками будет заключен как раз накануне, 25-го числа. Территория за Домом культуры, где так любят гулять в Ичегодце, давно требует апгрейда. И в августе прошлого года на одном из оргкомитетов по подготовке к 70-летию поселка директор ДК Татьяна Печенкина презентовала проект «Белкин парк» – интерактивное пространство, в котором объединятся природа и человек. Почему «Белкин»? Потому что там живут действительно, мы пошли от природы. Вообще-то жители поселка называют нас «Тропа здоровья» в наш парк. И поэтому отсюда мы и пошли, чтобы в принципе там особо ничего, инфраструктуру нашего парка и нашего леса не менять. Поэтому рабочее название «Белкин лес». В парке планируется обустроить полосу препятствий, музей под открытым небом и семь экологических троп, на каждой из которых в собственных домиках будут жить «Белки» по принципу «Водчины Деда Мороза». До 1 октября реализовать все это должны котловские волшебники из компании «Реконструкция». Также до этого дня должен быть благоустроен сквер Советов. Работа здесь уже вовсю кипит. Муниципальный контракт заключен с ООО «Дизайн проект «Строй». По проекту в сквере Советов появятся дорожки из асфальтированной и вымощенной тротуарной плиткой, лавочки, интересная ландшафтная конструкция в виде влюбленных и павлина с шикарным хвостом. Появятся фонари, освещение и арка из лампочек. В сквере можно будет не только отдохнуть или прогуляться. Здесь местные работники культурной сферы уже планируют проводить свои мероприятия. Думаю, будет хорошо здесь, если будут ходить всякие концерты, будет дорожка. Здесь, если будут посещаться людьми, будет как парк почти. Еще одна общественная территория, которую должны привести в порядок 1 октября – сквер в поселке Вочегодский. Аукцион прошел еще 6 мая. Его выиграла калининградская фирма «Триумф». Но от подписания контракта подрядчики по неизвестным причинам уклонились. Сейчас ведется работа по внесению ООО «Триумф» из Калининграда в реестр недобросовестных подрядчиков. А муниципальный контракт по благоустройству в сквере Вочегодском администрация заключила с другой компанией – «Автогрант». Апгрейд этой территории она должна закончить к 1 октября. Что касается дворовых территорий, то их, напомним, в рамках программы по формированию комфортной городской среды благоустроят 7. Это дворы на Кузнецово-14, 14А, 14Б и 14В, а также на Чкалово-13, Кирово-60 и Володарского-106. Ремонтировать их будет ДПМК «Велигодская». Срок выполнения работ по контрактам – 15 августа 2019 года. За минувшую неделю на дорогах Котласа и района произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Четыре человека травмированы. Так, 15 июня около 8 часов вечера на Ливинском шоссе 28-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра» в состоянии опьянения, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера». В результате происшествия 38-летняя владелица «Ниссана» получила черепно-мозговую травму и ушибы различных частей тела. Также 15 июня около 2 часов ночи на трассе «Уреньшарья Никольск-Котлас» 18-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси-Лансер», двигаясь со стороны поселка Приводина в сторону Котласа, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия 17-летняя пассажирка «Митсубиси-Лансер» получила ушиб шейного отделом позвоночника. 16 июня около 6 часов утра на трассе «Усть-Вага-Ядриха» 45-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, в результате чего водитель 99-й получил перелом ноги. А это ДТП произошло в понедельник, 17 июня. Около полудня на регулируемом перекрестке у торгового центра «Кристалл» 23-летний водитель «Форд Фокуса», совершая поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «Митсубиси», который двигался навстречу. В результате неверных маневров владельцам «Форда» произошло столкновение. Оба авто получили механические повреждения. В среду, 19 июня, в рамках комплексно-оперативно-профилактического мероприятия «Законность» начальник МВД России Котловский, полковник полиции Эдуард Рукавишников совместно с членами общественного совета МВД России Котловский ответит на вопросы горожан. Записаться на прием можно по телефону 202-66. Котловские школьники вернулись из Белоруссии с региональной парафиады. Из 29 команд-участниц котлошане заняли шестое место. Алла Лайкова и Дмитрий Потяков встретили группу на станции «Котлос-узел». Там тепло было? Жарко было. Жарко? Котлошане регулярно участники парафиады в Польше. Там они всегда в центре внимания и пьедестала почета. И именно на одной из польских парафиад Котловская сборная получила приглашение на региональное состязание в Белоруссию. Ксен Артур, такой очень замечательный человек, который очень боевой, огневой. Когда-то нас заметил, что мы такие активные и хорошие в Варшаве. И сказал, если вы захотите, мы вас пригласим в Гродно. У нас тоже очень хорошее проходит соревнование. Эта парафиада для Гродно была 10-й юбилейной. В ней приняли участие 29 команд, 500 детей. В основном все из разных уголков Белоруссии. Котлос был единственным иностранным городом. Так же, как и польская парафиада, это прошла по трем направлениям. Театр, стадион, святыня. Правда, в последней категории котлошане не участвовали, так как это конкурс на знание истории католической церкви. А вот в спортивных состязаниях наши ребята отличились. Вычигодские футболисты тренера Евгения Уткина заняли второе и третье места в своих возрастных категориях. Лучшим игроком парафиады стал Андрей Митянин. Я футболом занимаюсь с второго класса, то есть где-то с 8 лет. А как проявляю, я не знаю, просто так талант нашел или я не знаю как. Самым серебряным призером парафиады стал Максим Вахрушев. У него три вторых места. За легкую атлетику, за прыжки и за бег. Катя Орехова – одна из главных звездочек местной команды. Девушка имеет множество наград в летних и зимних видах спорта. В марте в Польше на чемпионате молодежи за активную жизненную позицию Катя была удостоена специального знака и диплома от правительства Польши. И вот теперь привезла очередную порцию медалей. Самое ценное – серебро за конкурс рисунка. В этот раз я участвовала в рисовании, заняла второе место. Потом я участвовала, принимала участие в спорте, в легкой атлетике. Я на дистанции один километр заняла третье место. И в шахматах. Там был такой бой с девочкой и получилось так, что я заняла второе. Конкурс «Музыка. Моя жизнь» давно стал частью жизни местной вокалистки Арины Лоскутовой. Девушка тоже постоянная участница парафиады. Я получила награду «Музыки моей жизни». И я пела песню «Ехали цыгане». Была большая конкуренция. Я вообще не думала, что что-то займу, потому что я была в категории «Б», а там больше всего человек. Культурную программу «Питание и проживание» участниками парафиады обеспечивала принимающая сторона. Правда, за четыре дня полюбоваться пейзажами и архитектурой Гродно-Котлашане не успели из-за большого количества состязаний. Зато белорусский быт изучили от и до, так как жили в местных семьях. Мы жили у тетеньки. У нее было два сына и один муж. Нас росили по двум комнатам. Как вас принимали? Хорошо. Даже отлично, я бы сказала. Как к родным? Да. Из 29 команд котловская сборная заняла шестое место. Колонку нам вручили за то, что мы такие смелые. И это неподъемная коробка с портативной аудиосистемой – главный приз за достижение котлашан. Кстати, уже через три дня наша команда вновь отправится на парафиаду, но на сей раз в Польшу. Это будет 31-е соревнование и 14-е для котловской сборной. 29 июня поселок Вычегодский отметит свой 70-й день рождения. Началась его история с деревни Слуда, которая входит в состав муниципального образования Котлас более 300 лет. Перелопатьев – архивные документы. Это установили местные жители. О других исторических фактах в следующем материале выпуска. В деревне Слуда еще не забыта традиция посиделок прямо на улице за хлебосольным столом. Мужчины, обсуждая рыбалку и политику, хлопочут у старинного самовара. Женщины протяжно поют песни за чашечкой чая. Живут в Слуде в основном старики, живые свидетели деревенской истории. Один из старожилов – Леонид Гладышев. Его отец, дед, прадед, да и остальные предки – все родом из Слуды. Кстати, Гладышевы, Шабалины, Петраковы, Ивановы – самые популярные фамилии в деревне. Я в 1936 году родился тут. Тут, можно сказать, только вот сейчас в конце поселок. А так все здесь жил. И работал в основном. В 12 лет пошел уже за пугом законным. В 12 лет. Одна из занимательных местных легенд достойна быть занесенной во всероссийские сборники. Старожилы утверждают, что 24 июня 1909 года местный житель Павлин Петраков перевез на лодке через Старицу не кого-нибудь, а самого Иосифа Сталина, бежавшего из Сальвичегодской ссылки. Ему пароходом нельзя было бежать, его окольными путями. И с Павлином, наверное, эти коммунисты-то в Сальвичегодске договорились. Тут его Павлин встретил, перевез на эту сторону. И идти надо было пешком. Дорога была в Котлас по Подгорной, там где Свининская, по Подгоре ходили. И вот он этой дорогой ушел в Котлас. Это сделал покойничек Павлин. Потом все спрашивали, а он-то и не знал, кого вез-то. А потом его спрашивали, ты знаешь, кого вез-то, а ты ведь Катаржанина вез. Деревенская достопримечательность – вот этот дом. Ему 156 лет. Здесь жила женщина, она занималась пчеловодством. Исторический материал о слуде собирает местный активист Владимир Суханов. Он выяснил, что деревне не менее 300 лет. Об этом гласят данные переписи населения, которая проходила в 1710 году в Сальвычегодске. В списке деревень, которые тогда были частью уезда, есть название Ливанидова-Слудка. И данные, что тогда в ней проживали всего 8 взрослых и пятеро детей. В древнерусском языке слуда, слудка означало утес, гору, крутизну. Это словарь поморского языка Моисеева. Слуда у нас образован, стоит на обрывистом берегу. Ливанидова, вот здесь наиболее версия приемлема, был такой дворянский род Ливанидовы. Ну, раньше деревни назывались в честь помещиков, кубцов, богатых людей. В колхозных документах 30-х годов прошлого века деревню уже называют слуда. Кстати, судя по бумагам, коллективизация здесь проходила с умом. Беднякам не давали умереть с голоду и не уводили с их дворов главных кормилец – коров. Но зажиточных крестьян раскулачивали. Кулачка – так называет себя Надежда Кузнецова. В слуде пенсионерка живет с рождения. Дом был большой, комната большая, окна светлые. У нас поселили, сделали школу. А мы с сестрой с трех лет жили на печке на русской. В предвоенные годы в слуде проживали более сотни человек, а после Великой Отечественной остались всего 16 женщин, 10 детей и трое мужчин. Но уже в 1946 году начался подъем местного колхоза и приток населения. В 80-е годы колхоз гремел на всю страну. Мясо, молоко, овощи из слуды поставляли в ближайшие населенные пункты. Работы было много. В деревню по распределению приезжали из других областей республик. Для работников в Ичигодском построили две пятиэтажки. Кстати, поселок вообще стоит на сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих колхозу деревни Слуда. Станция, депо вагонное, локомотивное – это все были сельхозугодия деревни Слуда. Ну, различные сельхозугодия – пастбища, сенокосы, лесные угодия. И вот имеются протоколы крестьян, колхозников, которые отдали с северопечорской дороге эти земли под развитие станции всего. То есть на землях крестьян и существует поселок Вычигодский. Увы, сегодня Слуда, по сути давшая жизнь всему поселку Вычигодский, переживает не лучшие времена. Даже на ремонт дорог здесь собирают пожертвования. Правда, люди надеются, что к трехсот десятилетию их деревни власти помогут с благоустройством. Юбилей Слуды активисты намерены провести 22 августа 2020 года. Продолжит выпуск наша традиционная рубрика «Настроение дня». Сегодня видеозарисовка Дмитрия Потюкова из поселка Вычигодский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Свой 70-летний юбилей поселок Вычигодский будет отмечать 29 июня. Какие мероприятия ждут его жители и гостей, мы узнаем прямо сейчас. Праздничные торжества, посвященные знаменательной дате, начнутся уже в пятницу 28 июня. В 10 часов утра у Вычигодского Дома культуры развернется выставка-ярмарка «Вычигодский торжок». Свои товары на ней представят лучшие мастера Котласа и района. В этот же день старт юбилейным мероприятиям даст торжественный концерт «Славные люди Вычигодского». По названию понятно, что в зале соберутся те, кто стоял у истоков поселка и те, кто сегодня трудится на его благо. В субботу 29 июня день Вычигодского начнется спортивно. В 10 часов утра свела пробега по Слудской дороге. Одновременно на территории Дома физкультуры стартуют сразу два вида состязаний – по городошному спорту и стритболу. Позже здесь пройдут еще несколько турниров по мини-футболу и пляжному волейболу. На площади перед Вычигодским ДК в 10.00 начнется детский праздник «Ура! Зажигай детвора». А в парковой зоне в 12.30 – игровая программа «В поисках белок». Одновременно здесь выступит духовой оркестр и танцевальный коллектив «Ностальгия». В 13.00 на зеленой зоне начнется праздник народного творчества «Вычигодские забавы». А на площади в 14.00 зрители увидят показательное выступление кинологического клуба «Нордфауна». Концертная программа «Праздник нашего поселка» стартует в 15.00. Затем в 16.00 по центральной улице Вычигодского пройдет шествие коллективов поселка, которое завершит торжественная программа «Время вперед». В 6.00 вечера в парковой зоне пройдет вечер бардовской песни, а на площади перед Вычигодским ДК – фестиваль уличного танца «Ритм энд ко». После всех жителей гостей поселка ждет танцевально-развлекательная программа «Люблю тебя, поселок мой». Завершится 70-й день рождения Вычигодского праздничной дискотекой под открытым небом. На 88-м году ушел из жизни любимый муж, отец, дедушка, Коровинский Игорь Григорьевич. Прощание состоится 19 июня с 10.30 до 11.00 в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы. На этом у меня все. Далее Вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды с Кристиной Леонтьевой и афиша культурных мероприятий. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Одежда от производителей «Ижевский трикотаж Сактон». Только с 21 по 22 июня в ДК Милентьева. Летняя распродажа и новое поступление. Здравствуйте. С вами Кристина Леонтьева и я расскажу вам о погоде на среду, 19 июня. Спонсор нашего метеовыпуска – салон «Штор Акцент». Подарите новую жизнь вашим окнам вместе с салоном «Штор Акцент». Вопрос со шторами и карнизами решит в один момент салон-магазин «Акцент». Пошив штор, выезд дизайнера, карнизы и фурнитуры. Салон «Штор Акцент». Коцокристалл, второй этаж. В среду, 19 июня в Котласе будет малооблачно. Возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. А у меня на сегодня все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. «Алиса в Зазеркалье». Любимица СиДжей. Но однажды ей пришлось уехать. Не забывай нас. Бэйли, Бэйли. Когда ты вернешься, позаботься о СиДжей. И я вернулся, чтобы сдержать обещание. Неважно, в той жизни или в этой, я всегда буду рядом с ней. Ты откуда такой милый? Смысл жизни в любви. А моей хватит на всех. Собачья жизнь 2